так ладно поехали потихонечку дата отрубаю на игру вот так что дать не надо тут один донат залетел от солитора а ты помнил да я помню спасибо давным-давно в диком диком краю бляди моя мышка мышка блять микрофон сменить то фонить будет братья волки путешествовали много дней и ночей и впервые в жизни приходилось все делать самим тогда-то старший брата узнал что младший вовсе не обычный волк а супер волк они решили пойти на юг на родину своего папы но дорога была долгой и опасной по пути братья волки завели новых друзей и узнали много нового о мире но опасность шла за ним и по пятам трагедия разлучила братьев старший брат получил ранение охотники наконец поймали его и посадили в клетку через некоторое время он сбежал и отправился на поиски младшего брата знаете чего вспомнил за выражение вызывали у кого держите поздравляю вспомнил хую когда я этот один из трех процентов которые пропустили машину это дальнобойщика на дороге когда там что-то шел и хуй забил на него вскоре он узнал что младший волк вступил в секту койотов и не хотел уходить оттуда тут внезапно появилась их давно пропавшая мама она сказала что пришла им на помощь они умоляли предводительницу койотов отпустить маленького волчонка но напрасно ведь ему там поклонялись тогда старшему брату пришлось убить ее чтобы они смогли убежать воссоединившись братья волки отправились в пустыню вслед за своей блудной матерью в ее логово а блудная рукоблудца не решение игрока влияют на сюжет жизнь странная штука 2 а понял ваши поступки приводят к определенным последствиям меня от мира кругу братьев выбирайте с умом доктор мом салли фейс не я не проходил аризона райан гослинг через 7 недель после событий в хэвенпоинт рар ослик о скорпион саб-зиро сильнее сколько больше играть фул чё за игра life is strange лет эй шон проснись чувак ну же что который час вставай гляди какая тут красотища о ебать клёво а на мать мою хуй забили я так помню я еще помню когда ты дорогу 69 проходил до охуяна игра вообще кайф ебать ну уже да да ладно ух ты красотища знаю глаз не болит я да не просто чашется все в порядке брать правда ага хорошо я люблю тебя что бы ни случилось слышишь да и я тебя люблю не роде 6 я полностью прошел сейчас той стороны каньона чё орете блять братья дьяз навсегда ебать а тебе до сих пор те кошмары снятся ну про лизбет нет я просто думаю о том что случилось либо она либо мы не забивай себе голову выбор был она или мы братец только так может мы смогли бы ее убедить а тебя совесть не мучает не нет а я думал что будет мучить на хер с ней точно шон шон а матер и преступники да нет ну по сути да ну да наверное мы с тобой много раз нарушали закон если копы нас поймают нас будут судить за все что мы сделали это уж точно я не позволю им поймать нас ну мы почти на границе наконец-то мне здесь нравится но я знаю что нам скоро придется уезжать прости братец шон я знаю что прошло много времени расскажи мне что дальше было с волчатами давай расскажу о да давай расскажу с прошлого раза прошло много времени очень много хорошо что ж ладно итак с помощью мамы волчицы братья волки на силу вырвались из тех ты койотов мама привела их свое тайное логово посреди красной пустыни там братья волки смогли отдохнуть но рано или поздно им придется отправиться дальше на юг сейчас они в шаге от края где родился их папа но путь к цели им преграждает огнедышащий единорог ха блять но он оказался добрым и они подружились так минуточку кто из нас двух рассказчик ты но это про меня рассказ так ведь да и прав ну ладно еще тогда было дальше они не приехали в мексику но на страну напала армия гоблинов вместе с единорогом братья волки перебили всех гоблинов и стали героями полиция простила их и всех друзья приехали на праздник в мексику да звучит неплохо братец мексика блять давай-ка собираться и пойдем назад город гоблины так надо прибрать за собой спальные мешки и а ну давай здарова надеюсь мы потом еще вернемся посмотреть на звезды мама говорит что скоро будет лунное затмение я за какое классное место я бы переехал сюда жить эй я тебе помогу скажи что и куда мне класть ты крут чувак а как нему сказать то ёпта на что жать я не помню а я капитан банка сможешь запустить конечно идеальный строй у сука крутой что ли блять мак спасибо за столицов ебать давай ты все уберешь мне вообще впадло давай уберем этот мусор но он может убрать сам себя хватит да не что поймать не можешь еще бы а ну прекрати бля ну ты и зануда включая фонарик только что без глупостей само собой сейчас бля книгу я сам уложу у папы стопудово была такая же книга в гараже на припомнил почему она мне когда я не давал может она напоминала ему о маме да верно не понял он могу рисовать ну ка я нарисую чем-то ёмнутое время рисовать отличная мысль работаем я рад что ты не разучился рисовать после ну ты понял я тоже даниэль если представлю объект в уме я нарисую что угодно но почти это мы еще посмотрим умник я шучу ебать камня нихуя тадам готово дай заценить ух ты я правда похож на крутого супергероя крутота крутота полученные достижения кончились чернила передай привет мне а привет мне завтрашник который будет смотреть на ютубе всем ютубовским здорово кста хай так вечно доложить оп и в этом мухи кит летают видим кто-то насрал в кустах погнали ковбой кто я ковбой может быть ты а ну да а ну да пока чё звук а что ты делаешь не надо так делать чувак чё за херня не делай так а шо такого хватит с ним играться да ты прав прости дружок смотри чтоб тебя орлы не склевали орлы едят скорпионов без понятия отлично пошли а то можно голдовать мне много денег блин можно голдовать мне блять ха-ха-ха ха-ха-ха о блять я подумал что можно упасть видели млечный путь здорово правда да верняк и марс круто что артур и станли продолжили нам свой телескоп да они прикольные дядьки я буду первым шо школьник а куда идти это блять о эй видишь они похожи на те с которыми ты играл в лесном доме когда заболел о точняк погоди значит кто-то бывал до нас конечно может их кто-то из издали сложил готов спорить это бля не помню как думаешь джоан разрешит помочь со скульптурой когда мы вернемся еще бы ведь у нее чудо-помощник я рад что могу использовать здесь суперсилу и не прятать ее чудо блестит смотри если кто не против а трава удивительно что здесь хочет растет а в пустыне бывают дожди ну блин смотрите что блестит чуть за хуйня ну-ка давай сюда его за этим камнем что-то лежит сможешь перенести а понял вижу а вот и вон че за хуйня у гляди как круто да мы возьмем это сокровище хочу такое волшебное место получено достижение а цивнир ха 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 блять ебать я че-то повесил это брелочек сотрите ля а теперь яйцо на рюкзаке висит я скоро накачаю ноги как у тебя просто таких прогулок прикинь сейчас у нас камень ёбаный просто упадет и все игра закончится сколько тут видов концов которые черт есть захотелось надеюсь у карен есть какая мт да 7 нихуяся так оп блять ну слезай сам я ебал блять эй тебе помочь спуститься чувак я сам только ногу не повреди блять видишь раз плюнуть так и задницу отбить можно но я же не отбил посмотри сам смотри да вижу отличная задачка для нашего местного супер мальчика телепата давай может быть ты вытащишь нас отсюда постараюсь отойди-ка будь очень осторожен так так ебать но нихуя себе блять че ебанутый вот так вроде получилось молодец ебать ты че ебанат что ли или че ты долбоеба или шо блять пита пуль чай тендерливое 150 рублей блять там голосовая кэт ля как о ебать вот таком месте обожил воубь моему мы мы м он моему мы моему мы м add guns life is strange 2 эпизод 5 волки в ролях Дарья Куданова Райан Гослинг Доминик Торетто Владимир Семенюк Автор сценария Илья Мазелов Я сбегу узнать, чем занимается Джоан Беги А я схожу, отдам телескоп Стэнли и Артуру Исполнительный продюсер Сосисыч Иванов Уехала в город за сапасами на неделю На кухне есть блины Скоро вернусь В фильме Двойной Форсаж Даниэль, прием Да, я слышу тебя, прием Блины на кухне Повторяю Блины на кухне Да ну их У Джоан тут вафли Конец связи Понял Полеты блинов отменяются Старый подарок Старый, крутарый Вещи Даниэля Бля, красиво здесь, кстати Наклейки Мы тоже будем стараться обеспечивать себя сами в Мексике Ебать Ой, могу взять наклеечку Вор Получено достижение волчицы Блядь, я въебался Канистра с водой Нихуя, бля Чувак Можно подсыпать красный пищевой краситель в воду и сделать канистру с кровью О, да Я буду зомбо-мальчиком, который борется с вампирами Фигово, что тут нет пищевых красителей Дэвид всегда старается помогать Но его душа потемки Спутниковая тарелка Рисунок Даниэля Эй Ты классно рисовал Капитана призрака Спасибо Вот бы показать его Крису Как думаешь, он сможет навестить нас в Пуэртолобус? Да, бля, почему я не могу ничего нажать? Далековато для ночевки Знаю, знаю Но я жду не дождусь к нам с ним снова, пойдем играть Не дождешься Не дождешься, потому что его сбила машина нахуй Пидбули Утречко, Шон Доброго утра, ребят Че вы захуело вообще вы кто? А, телескоп заберите Эй, как дела? Утречко, Шон Присаживайся Иди к нам Мы как раз сварили пустынный кофе Без грамма пыли Спасибо Класс Шон, и чего тебе не спится в такую рань? Да вообще Кстати, как прошла ночевка в каньоне? Обалденно Мы смотрели восход Даниэлью тоже понравился Обожаю этот вид Ему тысяча лет Но он все такой же В отличие от нас, дорогой Мы умрем, а этот каньон останется Надеюсь, вы смотрели на звезды? Да, спасибо, что снарядили нас Обращайся Даже моя дочка Бекки, когда приезжает в гости, смотрит с нами на звезды Артур на ночевку с палаткой никак Блядь, Бекки главный астроном нашей семьи Интересно, в кого она такая? В маму, наверное Надеюсь, вы познакомитесь с Бекки Нам скоро уезжать Это было прикольно, но нам скоро уезжать Наша цель по-прежнему вдали Но вообще-то вы уже вдали Но я понимаю, вы ищете родной дом Мы вот благодаря везению и возрасту обрали свой дом здесь Зачем вы... вы находитесь, да приехали, блядь? Потому что мы устали от всей херни, что люди творят Все меняется, но... Быть геем до сих пор опасно Точка Шоан, я почти 60, я счастливо жил в браке 20 лет Пока не признался в своей ориентации Моя семья была в шоке, я их не виню Но я не думал, что они от меня отвернутся Мои остальные дочери перестали разговаривать со мной Так зачем было оставаться? Постоп, мы съехались, мы оба несколько раз были на грани срыва А потом мы свалили к черту из Сан-Франциско И жизнь наладилась Понятно Я просто задолбался жить в бегах Надеюсь, мы с Даниэлем отыщем собственное местечко Где-нибудь в Дали Найдете? Люди приезжают сюда, чтобы начать жизнь с нуля Стать теми, кем и хочется стать Или теми, кем они были раньше Вы, ребята, умные Вы найдете свой путь Верно, дедуля? Говори за себя, старик У меня тело 59-летнего деда, но в душе мне 25 Ну-ну Я припомню тебе это на следующей прогулке Блядь, что-то мне некомфортно Геи Как думаешь, они его купили на той заправке? Надеюсь, что нет, он слишком милый Он похож на Мишку Броди Чувак, ты же слишком мелкий, чтобы за мной шпионить А еще, прикинь, я недавно видел, как они целовались Так странно Блядь Ты за мной следил? Какого хера? Ты за мной следил? Не делай так Что? Я просто наблюдательный, а ты обзываешь меня шпионом Эй, художник, заходи в гости к Джоану Мы тут офигенные скульптуры лепим Погодь Приду через минутку Куда идти-то, блядь? Ха-ха-ха, Джоан, блядь Ха-ха-ха Бля, въебался Блядь, куда я иду, нахуй? Я лучше побуду здесь Лан Лан-лан-лан-лан-лан Стул А, во Кинотеатр Нихуя там скульптура огромная, откуда они их сделали, блядь Мне нравится энергетика этого места Каждый строит то, что хочет Каждый дрочит так, как хочет Алло Алло Я не знаю, что это было Он был таким унылом, а до этого мы смотрели такие клевые музыки Мультики Ой, его слышно за дверью Прикольно, кстати, сделали в игре, слышно за дверью Прикольно Газеты, генератор, лист металла О, крутая светящаяся штучка Не важно, что случилось раньше Ебать мне бы такие колонки Ого Да как зайти-то, блядь А, блядь, он с той стороны, ебаный в рот Джон, что нового? А вот погляди Вот, зацени-ка Так, Даниэль Сделай перерывчик Ладно Нихуя он, блядь, может Он просто Удивительный Да Я часто слышу эти слова Представляю Но у тебя есть талант, Шон Я серьезно Калякаю понемножку Ну, не знаю, я просто Калякаю понемножку Это так ерунда Я раньше тоже думала, что мои скульптуры дерьмо На фоне всей остальной крутоты Но каждый творец уникален, Шон Каждый из нас приносит в мир что-то свое Я не художник Это что-то вроде терапии Как скажешь Вот ты подумай об этом на досуге Не стоит слишком строго судить себя И свои рисунки Слушай, если хочешь стать художником Ты им станешь Путь не всегда легок Зато в результате Все будет охерительно круто Кстати, о птичках Не хочешь мне помочь? Нет, не хочу Даже не знаю, стоит ли Ты справишься? Просто хочу узнать твое мнение Блин, ну давай, похуй Хорошо, почему бы и нет? Вот, другой разговор Так, встань-ка здесь Даниэль, готов начать заново? О, да Держитесь Че еще будет, блядь? А, птичка Че за хуйня? Вот тебе еще один фокус Я хочу увидеть, как ты соединишь эти три детали Я сделала эту модель, чтобы показать, что я задумала Но ты волен творить, что хочешь А-а-а, я понял, ебать И нам не нужен кран, чтобы поднять все это То есть она с помощью него строит свои скульптуры, ебучи? Ебать, она хорошо устроилась Ну давай, блядь, че Че там Сначала мячик А где мячик? Ну вот это мячик Так, Даниэль Можешь Закинуть земной шарик на основание Бросок из-под кольца Ебать Бля, может даже не буду инструкцию смотреть Похуй, давайте прям так Тут же все равно всего три детали Это же леческую руку, давай Зацени Мяу Ха-ха-ха А теперь убей ее Так Давай поставим голову мистера Блинчика Илья Волоха Не прочитай личку в ТГ Здравствуйте, Геткорги А какого? Ну, я, конечно, прочитаю с удовольствием Но точно не сейчас Но спасибо Всегда рад вас видеть Ха-ха-ха-ха Все Кажется, мы почти закончили Ну шо, готовы? Ну шо, готовы? По-моему, выглядит отлично А что скажет наша муза? Я себе по-другому представлял Но все равно вышло клево Ты отлично поработал, братец Шоан, Даниэль По-моему, искусство у вас в крови И вам от него не скрыться Думаю, на сегодня с нас хватит Огромное вам спасибо за помощь Какую-то хуйню, блядь, поставили Мне понравилось Джоанна так спокойно относится к своим работам Это и делает ее талантливой Какую-то хуйню, блядь Думаю, тебе понравилось бы Майнкрафт Она похожа на это Да, я читала про нее Это видеоигра, правильно? Да И там можно строить все, что захочешь Майнкрафт, блядь, ебай, Майнкрафт Тебе понравился Майнкрафт Стул, ебать Опа Тааак Рафлан, ебала Жаль, в этом городе нет сверстников Даниэля Да похуй Дурные привычки, ставшие религиозными догмами Джоанна, ты в порядке? В абсолютном порядке, солнце Я люблю разгадывать свои законченные творения А ты не слишком ли близко сидишь? Неудобно же, блядь, смотреть Хоть бы сюда отошло Погнали в пустыню просто срать где-нибудь за кустом Блядь Да блядь Не Лист металла Генератор Это пипец, какое странное место Но с этим оно мне и нравится Блядь, сколько машин, блядь, лежит Пиздец А кто их вообще сюда притащил? О, коробка для обмена, ну-ка Че обмениваешь? Здорово, что люди стремятся дать вторую жизнь своим вещам Суперволк вызывает серебряного бегуна Прием Я спрятал для тебя один суперклевый предмет Ты отправишься на поиски моего секретного клада? Да Закладка, сука Хорошо, ладно Братец, приступаю Я тебя в лесу нашел Значит, могу найти что угодно Да Спасибо, Шон Слушай внимательно Ты должен найти два предмета, которые подскажут, где спрятан клад Это музыка из первого лиса играет? Спасибо большое, там большое сообщение было Меня поздравили с Перездом из Нюхы Спасибо огромное Первый предмет спрятан там, где много крыльев, которые не летают Я знаю, где это Это... 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 Да, блядь, это где-то здесь Ты справишься, старший брат Ну вот, крылья, блядь Мама на фургоне, можешь не смотреть Блядь, ну это где-то здесь, нахуй Ладно Подсказку Ты серьезно? Это предмет под зданием, которое сдует тебя с ног Чего? Ты далеко от цели, чувак Здание, которое сдует меня с ног А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а эй на палубе я нашел карту дали а далее а не теряю потому что нужно совместить с другой половинкой понял так второй предмет лежит там где что-то есть солнце чего что-то ест солнце а чё есть солнце блять чего блять да не ори блять что-то есть солнце а аху 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 но блять ну ну блять блять а вот это хуйня ебать эти нахуй и как их зовут ну-ка говно это короче где подсказка а а у попался гандон малолетний а а чё а допустим блять найс и и лист чертежной бумаги с красным крестом да теперь наложи его на другой листок и ты найдешь клад капитан диэс я понял тебя эй на палубе кажись у меня тут целая карта сокровищ так точно капитан тебе нужно лишь откопать сокровищ мне вон туда вот эти чувак ты нарисовал офигенную карту спасибо это крис научил меня искать сокровища блять вот здесь я музыка кайф пиздец да блять тебе тепло ну ты близко шон да блять скерот чё за хуйня блять а а а а а а а я не хуйню понимают блять 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 шесть а вы его а вот тут может за этой хуйней ну блять а вот это что и блять а где приступлять а блять он еще в другом месте валяется сука заебал гандом кажется тут что-то зарыто ебать походу нашел секретный клад и люк привет меня вопрос по поводу вовы он чекает эгэст ему сдать меня просто к нему важный вопрос есть честно тебе скажу без понятия я нашел и под старым фургоном похож на золотую правда не ювелир но она выглядит как настоящая круто еще самое время исполнить победный танец давай же танцуй блять да сам напросился хотя кто даже спасибо сапка не сказал зажрался я не знал что сапки что-то там но спасибо наш горошад бесполезная вещь где если это менты где матуха блять а вон блять едет ёбаный в рот менты купила чипсы я скажу им что мы вернулись надо забрать вещи из машины думал бы мог привыкнуть блять эй рад видишь что вы пережили ночь в пустыне эй как дела эй доброе утро приветик шон как съездили в город ненавижу эти поездки люди пялят с нас как на инопланетан опять песчаные люди приехали а кто это блять а это отчим хлои а чё он тут делает а это думаю дэвид блять я подумал ну ладно просто им похоже жители пустыне вернулись с дарами из великой столицы блять чё он здесь делает вообще блять в следующий раз поедешь с нами посмотрим ты прям красотка в чем твой секрет я каждый день бросаю вызов смерти и пью много воды ой кстати чуть не забыла про твои вещи бля дэвид я хочу с ним подружиться удачи эй ну что мальчики как провели ночь в каньоне в каньоне заебись это было офигенно так много звезд итак тихо спасибо за идея кэрн я знал что тебе понравится звездочет рада что ты все это увидел здарова как город в городе как всегда тоска но мы кое-что тебе привезли лови блять на туре он видно по ебальнику хочешь поиграем в мяч а то мы с папой раньше часто играли но сейчас я гораздо игра а игра гораздо лучше и он в жизни всякого натерпелся но все равно хочет играть как обычный ребенок да я сто лет не видел Даниэля таким но все хорошо на него повлияли наконец то его парни сходили в поход надеюсь местные зверушки не испугали Даниэля да он уже не боится он всякое повидал и стал гораздо смелее и может за себя постоять он любит выпендриваться даже слишком вы тут уже месяц лишним живете а я до сих пор не могу привыкнуть к способностям Даниэля я тоже кстати я так и не понял откуда они взялись ну уж ты поверь старому вояке говорят точно он ты хорошо его воспитал он хороший мальчуган спасибо старался как мог надеюсь это тебя успокоит хотя что я вообще знаю я раньше не встречал людей со сверхспособностями я стараюсь подавать хороший пример это порой не просто но он меня слушает я кстати застрелил девушку в церкви блять так что я подаю ему хороший пример блять хм слушай в мире нет работы труднее чем воспитание ребенка уж поверь воевать не было куда проще о ну ка так поехали вы женаты? оу вы мне не говорили что были женаты был женат мы развелись она не смогла пережить гибель дочери да и я тоже мы так и не смогли наводить жизнь после того что случилось сочувствую Дэвид но хуже всего то что я так и не успел наводить отношения с падчерицей пока она была жива мы с ней были словно кошка с собакой она любила что-нибудь отчебучить да ребенку трудно прыгнуть к новому отцу особенно к такому отцу как я я понятия не имел что с ней делать и жалею об этом в любом случае нельзя повернуть время вспять ой это точно спасибо за беседу Дэвид ладно пойду отнесу покупки Хлоя Сомайер Артур будет в восторге ёп до скорого Шон бля вы Макс не видели так перерыв о боже ну и жарища мам ты крутая теперь я знаю почему в пустыне играют в бейсбол ты бросаешь гораздо лучше чем Шон мы еще не закончили надо отнести ее внутрь пока она не растаяла не вопрос все таки смерть Хлои это правильная концовка ребята я бы никогда не сделал правильных решений вы меня знаете я всегда играю правильно в игры Джон такая клевая я стану такой клевый жара такая клевая тебе легко угодить братишка мне просто нравится Кэрон расслабься братец только на многое не рассчитывай это временная остановка покупки блять острый соус блинчики о ну давай у Клэра и Кэрон есть одна общая черта они обожают блины ноутбук вентилятор шо там Кэрон смотрела не знал что есть сеть пиратов распространяющих семена Кэрон подрабатывает написанием коротких заметок хорош глазные капли лифчик щипцы для змей блять письмо Джейкоба групповое фото похоже они наконец-то нашли свой дом Кэрон выглядит такой юный и хрупкий на этом фото ха-ха-ха ха-ха-ха ебать письмо я рад, что у Джейкоба и его сестры все хорошо блогополучие сестры для меня важнее всего ровно как для тебя блогополучие брата бобо бы повзотайся искать наших ребят ДАВА да мне вообще похуй мне вообще похуй О ! USB флешка ну-ка так сюда кровать Кэрон бэйджик щя посмотрим Что-то на флешке. Ого. Надо было сразу глянуть, что на этой флешке. Домашку, по-моему, Майске, кино и все такое, рисунки и прочая хрень. Картинки. Привет, пап. Лайла. Да, блин, капец. Да, блять. Папа. Наро, мать. Опа, пивку. Охота крепкая. Должна признаться, я скучаю по северо-западному климату иногда. Да, еще бы. Вы прожили здесь больше месяца. Как тебе наш маленький оазис? Хуета, блять. Хуйня, блять. Хуета. Народ прикольный, в принципе. Тут очень прикольный народ. И все такие разные. Поверить не могу, что никто не психует из-за суперсилы Даниэля. Ну, Шон. Даже я пока с ней не свыклась. Но местные жители не будут лезть тебе в душу. У каждого хватает своих проблем в общении. Вот почему сюда приезжают люди со всех уголков страны. И у каждого у нас есть причины. Система не идеальная, но работает. Вы как изгои, ебать нихуя. Вы хуесосы все. Здесь так спокойно. Думаю, именно это всем и нужно, на самом деле. Спокойствие. Пожалуй, ты прав. Да. Мне до сих пор кажется, что нам крупно повезло. Много нехорошего творится в этой пустыне. Да. По-моему, бежать это все нереально. От реальности не скрыться. Даже здесь. Мы просто живем чуть подаль. Я бы не смог тут жить. Меня словно оторвали от мира. Может, я еще слишком болт. О, я понимаю тебя. Это не отправная точка. Сюда приходишь, чтобы расслабиться и забыть обо всем. Когда я вас обоих бросила, мне было заебато и тут. Что ж. Спасибо, что привезла нас сюда. О, Шон. Я рада, что смогла вам помочь. Чуть. Кстати, можешь позвать брата? Хочу с вами поговорить. Я не хочу с тобой разговаривать. Все в порядке? Да. Я просто хотел, чтобы мы побыли сегодня вместе. Только мы трое. Я хочу с Дэйдом попиздеть. Старший брат вызывает Супер Волка. Ты нужен нам в фургоне Кэрн. Прием. Конечно. В смысле, принял. Ха-ха-ха. 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 Ха-ха. Ха-ха. Ола. Ола. Ола, компадре. Как насчет прогулки по каньону? Ты с нами? А то. Тогда собираемся Блядь, сука, чё такой злой, блядь У, сука, я мать Огромный каменный пенис Небольшой он выглядит, как парень лет 25 В начале игры выглядел, как население до лбаев Возмужал Ты, конечно, блядь, попробуй по лесам, по полям, нахуй Походи несколько месяцев, я бы на тебя посмотрел Ты бы тоже ёбнулся, наверное Ха-ха-ха, Орел летает Орел Зря мы не разбили лагерь у этого ручейка Это было идеальное место Не, после такого похода ты должен как следует выспаться А до машины нам идти чуть меньше километра Но здесь так прикольно спать Блин, я устал Ой, прости Но я хочу показать вам ещё кое-что напоследок Я тащусь от этого места Ну-ка, Даниэль Дай мне руку А мне руку, блядь Тоже мне мамашка Всё, идите нахуй, я домой Мам, погоди, ты идёшь слишком быстро Меньше болтай и больше шагай Да, ты меня обгонишь Я тебя обгоню Ребята, глядите Вот это шедевр природы Где? Так мы тут были уже, чё нам показываешь Он такой огромный И красивый И здесь так тихо Только хищные птицы кричат Ты ебанат, что ли, блядь Малолетний, сука, долбоём Ха-ха-ха-ха Хуй ты пройдёшь, хуй пройдёшь Блядь Мразь Есть развлечений мало, но мне хватает Сейчас всё Джоан любит Блядь С ней, наверное, прикольно ходить А если я иду не слишком быстро? Для неё важен процесс Мы обычно находим удобный темп Обычно Джоан похож на Шона Люди искусства любят останавливаться и глазеть по сторонам Пиздеть будешь? Да, а мы с тобой похожи, Даниэль Так давай поспешим Хути пройдёшь, Гондон Блядь Да мразь Ля Вот это красиво Так мы тут спали, блядь Что ты нам показываешь? Прикинь, сейчас заново глава начнётся Из-за того, что мы сюда вернулись Я обожаю приходить сюда, чтобы побыть вдали от Дали Ещё бы Это отличное место Давайте присядем Ха-ха-ха, пенис, смотрите, пенис Ну что Я рада, что вы сдержались здесь так надолго Спасибо Ну ладно, помогла, базара нет Ты нам очень помогла Показала место, где мы смогли укрыться и перевести дух Да вообще Я был таким уставшим после Haven Point Ещё бы Это самое лучшее место, когда тебе нужна передышка Здесь не часто дают такую возможность Знаете, что я очень люблю вас обоих Я знаю, что вам пришлось туго Но Когда вы обживётесь Станет лучше Бля, ну хотим ли мы, чтобы она с нами ехала Хотим ли, я не знаю Я чё-то, мне вообще как-то, ну Мне как-то, да нахуй она нужна в целом Я лично не хочу, бля Мне и нам и так хорошо, братьям Ну я спрошу чисто так, знаете, для этого Для, как это Для респекта Кстати Если хочешь Поехали с нами Мексико Было бы круто Я бы с радостью приехал посмотреть, как вы обживаетесь в новом доме Вы уже почти на месте Но Скажу вам всё на чистоту То, что произошло в Хевенпоинт, не осталось незамеченным Чё? Ты о чём? Когда мы были в городе Нам попадали заметки в местных газетах Федералы явно ищут нас в этом районе Чёрт И они нас найдут Ну да Логично Блядь, менты нас поймают Это всё не продлилось бы вечно Значит Это всё? А, братец Поедем завтра А ты будешь гонить в тюрьме Шон, дай-ка мне эту сумку Шон, её просто с обрыва выкинет, блядь Вот почему я снова привела вас сюда Я их приготовила к четвёртому июля Но так даже лучше Ого Я их обожаю А чё я такой? Кругицы, блядь, или эти? Чебупели? А, фонарики Классно Сделаем небо ярче Блин, при этом с крыльями прям идеально подходит Запусти ты их в небо Чё ты их дрочишь, блядь Здорово, я тебя обожаю Не захочу на свои стримы Не смотрю на резки Спасибо Я запускал фонарики Да, прикольная штука Прикиньте, сейчас эти фонарики кому-нибудь в хижину залетят и сожгут нахуй Не, вниз они его просто улетят в этот, в трейлер Инвокер, блядь Инвокер Класс в экс-экзорт В фильме Двойной форсаж Илюх, там человек тебе какой-то донатил Говорит, у него важная инфа Ник на твиче Ник на твиче Чего, блядь Я гайз доната после игры буду разбирать Я же говорил Ой Они легко разгораются У меня один в руках сгорел Ты просто неправильно зажигал немножко Да вот и пора уезжать, друзья Ну что, мальчики, готовы ехать? Нет Бесит, что нам опять приходится уезжать Мне кажется Страшно О, солнышко Далеко ты? Нет, что будешь делать? Уйдешь и спрячешься? Не в этот раз Не хочу бегать всю жизнь Что-то в тюрьму, что ли, поешь? Поэтому я лучше постараюсь помочь вам Пересечь границу будет непросто Поэтому я хочу отвлечь внимание полицейских Что? Каким образом? Что ты задумала? После того, что случилось в Неваде, копы и меня ищут Так пусть они поймают меня, а не вас Честный размен Мам Мам Тебя опасается, что ты помогла нам Речь сейчас не обо мне Мы должны сделать так, чтобы вы попали в Пуэрто-Лобос Не обязан Ты ведь не обязана этого делать, Кэрн Однажды я вас уже подвела Больше этого не случится Я отдавала себе отчет о том, что делаю, когда приехала в Heaven Point искать твоего брата Я верила, что это мой долг И до сих пор в это верю Всегда будете верны мне А, себе, блядь Это не так легко Когда кто-то или что-то встает у тебя на пути Это может кончиться плохо Вам придется искать компромисс Папа учил нас совсем другого Да папа умер, к сожалению Мы готовы на все В жопу правила Мы пойдем на все, лишь бы выжить Не в первый раз Знаю Ты как мог старался защищать своего брата по пути из Сиэтла в Аризону И мне жаль Что тебе пришлось действовать жестко ради спасения Но иногда У тебя нет других вариантов Так Последняя проверка Погоди Я хочу прощаться с Джоан Так Я хочу Еще разок проверить машину Пока вы не уехали И помни, о чем мы с тобой говорили Шонда, это твоя жизнь А ты загляни к Дэвиду У него для тебя есть кое-что Бля, вот у Дэвида я рад видеть, пиздец У Дэвида я супер рад видеть Вон он, ля Сейчас просто зайти и сказать Ха-ха, это я Хлою убил Просто к нему с порога зайти А это, кстати, из-за меня Хлоя умерла Ха-ха-ха Ха-ха-ха Вон Блядь А я думаю, что за фургон Дэвида, когда я сюда подходил А я думаю, кто такой Дэвид, блядь А вот что это значит, блядь Алло Вставай, заебал Шон Привет Карен сказал, что вы меня звали? Да, но ты сперва возьми внутри полицейский сканер А я заменю номерные знаки Конечно, Хэнс В этой пустыне была фотка Макса и Хлои? Хуяся, блядь А где? Может, у него где-то? Видимо, бывшая жена Блядь, ебать, я давно не видел Давно Хлою не видел Эх Ха-ха-ха, блядь Логично Я ни разу не видел Дэвида даже с бутылкой пива Классный толчок, Дэвид Понимаю тебя, Дэвид Был рад получить твою открытку А, дорогая Джойс Он Джойс пишет Был рад получить твою открытку Ты стал настоящей путешественницей Жаль, меня не было рядом, как наш с тобой в два месяца Надеюсь, тебе удастся повидать мир и как ты и хотела Да, у нас теперь с тобой очень разные судьбы, но я надеюсь, что мы сможем Блядь Все тебе разменилось и надеюсь, что даже мы сможем просто выпить пивка и поточить лясы, как раньше Эх, блядь Жалко Да, блин Так Как это работает? Окей Мы должны рассмотреть между 140 и 160 Коробка Зачем это нужно Дэвиду? О, Нэтан Прескот Нихуя Ебать, Нэйтан Прескот А он сдох, кстати А, не, нихуя, он жив Опа Че-то нашел Уезжаю Бля, пиздец, все, попались Держи меня в курсе Теперь мы будем подслушивать копов по пути в Мексику Спасибо, Дэвид, ты настоящий бунтарь Бля, сука, пиздец, но почему, блин, Хлоя умерла, блядь А где Макс? Почему ее нет здесь? Потому что она в туалете, блядь Нихуя, нет, потому что она тут за углом, бля, нихуя Да сука, ну где она? Он ее прячет, это в коробке, блядь Понятно Ясненько Ага, вот она Ебать Так Угу Тетрис Ты взял полицейский сканер? Да И нашел полицейскую чистоту Надо же Вот молодец Теперь Вы всегда будете в курсе их планов Чтобы вы Ехали до границы без сюрпризов Так Это самый быстрый путь По прибытии вам нужно пересечь границу Между этими двумя пунктами Далее Вы должны свернуть с главной дороги И чуть-чуть проехать по пустыню Но машина Кэрин должна выдержать Запомнил? Хм Да Кажется Шон, только учти Полиция Уже ищет вас Это ваш единственный шанс Сас Блядь, я не пытаюсь тебя запугать Просто говорю прямо Так Садись Сись Прости за приказной тон Трудно избавиться от старых привычек Должен признать, у меня возникли подозрения, когда Кэрин привезла вас сюда Но понаблюдая за тобой, блядь, понаблюдая за тобой твоим братом Окажется, понял, что творится у тебя в душе Пережитое формирует характер И я представляю Сколько дерьма вам пришлось повидать И как это вас изменило Ну да Не стану сравнивать тебя с собой Но я тоже прошел через ад И на войне И дома Я не справлялся со своими эмоциями Не мог общаться с людьми Вы о своей падчерице? Да Сын одного богатого Мадака Застрелил ее в школе А я ведь должен был ее защищать Застрелил в школе Не понял, блядь А, точно Макс же все вернул на место Я забыл В натуре Макс же все откатило Точно Я просто, блядь, забыл, да Мы с ней друг друга ненавидели Но потеряв ее Я все сразу понял Я понял, что был эгоистом И дураком Надо было слушать Клою А не тиранить ее Теперь я четко вижу Все свои ошибки Да, мускай с первого Лэфа Стрэнджи Шон Я сделаю все в моих силах Чтобы помочь вам выбраться Теперь это мой долг Но Я буду с тобой откровенен, ладно? Да, конечно Я знаю, что вам крепко не повезло Что вы считаете Будто вам никто никогда не поверит Но Правда На вашей стороне Вы с Даниэлем Не сможете Прятаться вечно Ты хочешь, чтобы это И через 10 лет продолжалось? Наберись смелости Предстать перед законом И рано или поздно Ты обретешь свободу Не, это полная хуйня, чувак Это какая-то хуйта, блядь Боюсь уже слишком поздно Мы хотим начать жизнь с нуля Вот и все Я понимаю тебя Правда Просто хочу Дать взрослый совет Вы еще слишком молоды Чтобы справиться Со всем этим Даниэль быстро взрослеет Слишком быстро Да у него суперсил Нам похуй, вообще, блядь Ты добрался сюда А значит, ты на верном пути Ё-моё, мама звонит О Прости Это очень важный звонок Кто звонит? Я хочу подслушать Привет О, Джойс Привет, Джойс Ты прям вовремя Подслушай звоночек Да Все отлично Наконец-то установил солнечные панели Не переживай Я работаю в основном после заката Это точно А у тебя как дела? О, шо тебе сказали в ветклинике? Это хорошо Рад слышать А то я хочу повидать святого малыша Когда в следующий раз заскочу в Санта-Розу До сих пор никаких новостей Надеюсь, его не выпустят О, это про Брыскота? Ну, ты же знаешь юристов От них мало прока Клава Кока Конечно Ага Всех благ До скорого Пока Что ты будешь делать? Смотрите, у него анимация зависла, видите? Она дергается, блядь, и сидит Ебать, он, я смотрю, диалог был, ебать, ебнутым Все, поехали отсюда, нахуй Заебался я на месте сидеть Хочу экшен Ну что, старушка Проверим тебя напоследок Эй Эй О, тебе помочь? Проверяю, сколько чего осталось Я прочищаю фильтры Не знал, что разбираешься в машинах Шон Это же совсем базовые вещи Я хоть и не профи, каким был твой папа, но Я тоже неплохо справляюсь Без этих навыков тут никак Да, извини Я совсем новичок Никогда не любил тачки и все такое Эстебан был без ума от своих движков Но ты не обязан идти по его стопам Он хотел, чтобы я нашел свой путь Угу Каким бы он ни был Жаль, времени не хватило Послушай Эстебан любил вас с Даниэлем такими, какие вы есть Он бы гордился тем Что вы сегодня приедете на его родину Вот бы он был с нами Хренел, что мы увидим Пуэрто Лобус, а он нет Да Но Эстебан по-прежнему с вами Он всегда мечтал, чтобы вы с Даниэлем увидели край, где он вырос Я ничего не знаю про Мексику Мне страшно Шон Ты сейчас в ответе за судьбу сразу двух человек Еще бы ты не переживал Я устал жить в бегах Где бы мы ни оказались, обязательно начинаются проблемы У Даниэля очень мощная суперсила И мы не знаем, откуда она взялась Но ты ведь знаешь своего брата Вы будете помогать друг другу Нет Скорее бы все закончилось Я хочу же... Все это бы скорее закончилось Чтобы мы начали все с нуля Если удастся Твой брат уже не ребенок, это уж точно Он слишком быстро повзрослел Ты должен научиться доверять ему И дать ему свободу Пусть это тебя порой и пугает Блядь, заебало пиздец Ёб твою мать Дай мы уже уедем нахуй Ты права, реально, круто Вы что-нибудь придумаете Как и всегда Ладно Займусь-ка я снова машиной Ладно Загляну-ка я к нему еще раз напоследок Кому к нему? К Дэвиду? Сесть в машину и уехать из города Все, поехали, блядь А, можно покинуть, я понял Все, поехали А, или попрощаться со всеми надо Ну давай, ладно, скажем всем ББ Дэвиду там, пацанам Привет, Шон Эй, ребята Я зашел, чтобы сказать адьес Мы сегодня уезжаем Не может быть Правда? У вас все в порядке? Да Просто нам уже пора Вот черт Жаль, что вы с Даниэлем не сможете задержаться Чего хотели Нам надо перейти границу Спасибо Но чем раньше мы перейдем границу, тем лучше Не переживайте Не переживать? Хренушки Не будем волноваться, пока у вас все не сложится Мы справимся Благодаря вам И всем остальным Вы дали нам возможность перевести дух Шон Не буду спорить и уговаривать Да и потом Мы с Даниэлем еще прийти в гости Так ведь? Нет Не, нет, это пиздец, наверное, если я скажу Мне очень интересно, что он скажет, если я скажу нет, но... Но я бы сказал, постараемся, типа, очевидно Я рад, что перед в США мы оказались здесь Здесь вас братом всегда будут ждать друзья И крыша над головой Ладно, хватит болтать Не наьюжу прощаться Я знаю, что в Мексике у вас все сложится отлично Ты уж постарайся Мы... Мы будем стараться Черт Я буду по вам скучать, ребят Берегись себя, понял? И помогай Даниэлю Ты ему очень нужен Будь осторожен И пришли нам открыточку с видом на пляж Давайте, ребята, ББ Да, блин, жалко, конечно Я, правда, их знаю две секунды И почему я должен сопереживать прощанию И расставанию, но... Окей Будем считать, что так и должно быть Так, надо попрощаться с девочкой С девушкой вот этой женщиной Ебать Эй Что тут такое? Пытаюсь оценить это творение Ну, что скажешь? Блядь, ну выглядит, конечно... Блядь, ну странновато, я бы сказал Выглядит странновато Как-то так Согласна Тут что-то не так Надо разобраться Или забить Мне очень нравится Значит, вы все, уезжаете? Да, я зашел прощаться Ой, это так мило Ты такой хороший И твой брат очень хороший Мне было так приятно Общаться с вами, ребята Что, подарок сейчас будет? Держи, это тебе за помощь Серьезно? Ух ты, как круто А мне подарок будет? Тебе я собираюсь посвятить гораздо большую скульптуру Которую видят все Верно, я тогда об этом не думал А твоему брату нужно напоминание, что в его сердце живет художник Круть Так Давайте крепко обнимемся И разойдемся, пока мы все не разглядались Это вам, чат, сказали вообще-то обняться Ты уж береги себя И моего чудесного помощника Не волнуйтесь Непременно Эй А можно я тут пока побуду? Только если она не против Мне на помощь всегда нужна Зайди в фургон А в фургон Карен? Давай Так, шо там у тебя? Опасно, мадрю Так, 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 так А, Джон, это не она А кто такая Карен, блядь? А, Карен это наша мать Мать ебать Мама Что-то вам очень весело, я смотрю Стихотворение Ноутбук Ну тут я уже ничего, наверное, особого не найду А, давай пусть письмо и напишем Привет, мам Ну, блядь, привет, Карен Давай, мам Чтобы было приятно Здорово, мам Ты, конечно, куда лучше складываешь слова Чем я, но Все равно попытаюсь Блядь, точка Спасибо за Даниэля Чего, блядь Спасибо за... Че за хуя Я, кажется, наконец-то понял тебя Ну, в принципе, да Она красава, блядь Помогла нам Можно и простить отчасти Красава Для меня-то дошло не... Спасибо за сына, блядь Возможно, мы с тобой не настолько уж разные Не жертвуй своей свободы ради нас Это главное, отчего ты нас научила Ку, спасибо за Рэд Огромное тебе спасибо С любовью, Шон Не, заебе, что со всеми попрощались Это хорошо Хорошее письмо Да не, хорошее письмо Оставить Еще раз? Зачем? Нахуя еще раз? Нормальное письмо, блядь А зачем переписывать? Ну, мне кажется, нормальное письмо Похуй Поехали отсюда Так, вроде совсем прощались С Дэдом прощались Не прощались Совсем прощались Все, уебуем отсюда, нахуй Поехали Дэниэль, прием Пора закругляться Сейчас приду Конец связи Ну что Ты попрощался с Далью? Да Грустно все это Знаю Нам уже пора ехать? Выбора нет, братец Бля, мам Пиздец Я буду по тебе скучать А я по тебе, Дэнни Было здорово провести это время с вами Я чертовски горжусь вами обоими И тем, как вы хотите обустроить свою жизнь Если вдруг я вам понадоблюсь Я всегда буду неподалеку Хорошо, мам Не, она нам помогла Грустно, конечно Она очень много сделала для нас Ну что, Шон Пора прощаться Ебать, не понял Кстати, не обнимать Это было бы странно, блядь Ну, на самом деле Она нам помогла Она вытащила малого из этого Из... Ну, по сути, блядь Мы без нее его бы не вытащили Что за хуйня? Конечно, обнять Хоть она и хуйню сделала, что она сбросила Но обнять все равно надо Ну что, поехали Вот Дэвид вышел Вот сейчас грустно стал Потому что хули финал истории Удачи вам, мальчики Берегите себя Как же фигово Всем пока Финальный рывок Вот мы и в пути В струячем А Эй Эй Ты чего? Мы почти на месте Надеюсь, это я в последний раз говорю Да мне все равно Так Что проблема? А что? Что мы будем делать в Хорте Лобасе? Мы ведь там никого не знаем Мы до них чужаки Надолго мы там останемся? Заживем как короли Навсегда Чувак Мы заживем по-королевски Там за баксы можно кучу всего купить А нам много не нужно Ну да, верно А с кем я там буду играть? Как буду развлекаться? Снова в школу пойдешь Ха-ха Блин, ебать это прям Чисто чуваку, блять Настроение поднять Да в школу пойдешь Не волнуйся У нас есть деньги И суперсила, верно? Что-нибудь придумаем Чувак Я же не знаю испанский Как я заведу друзей И все такое, не зная их языка Я научу тебя Думаешь? Отвечаю Круто Тебе везде И всегда рады Мы будем проводить вместе время Это звучит неплохо вроде Даниэль Мне тоже страшно, поверь Но у нас Сас Все будет хорошо О Хорошо Я тебе доверяю Ебать, крутышка сидит нахуй Ляга сидит, ебать Понты качает Смотри, ебать Ха-ха, доебал Сейчас он из машины выкинет Музыка хуяная Я сейчас экран уберу пока что А чего, э, вы сидите Развлекаетесь сами с собой Типа Я просто выбираю Чтоб меня от не отвлекало Я хочу погрузиться в концовку Нормально Вы можете развлекаться Я же вам не запрещаю вообще Кот Хест Привет Ебать Нихуя она здоровая Бля, вот людям не впадло было Блядь, границы стоят Какая она здоровенная Ебать Чувак Это же просто большой забор Только вот нас он не остановит Внимание всем патрулям Мы провели облаву надаль Но не обнаружили Там Шона и Даниэля Диасов И, вероятно, они уехали Несколько часов назад Мы по-прежнему считаем Что оба брата вооружены и опасны Действуйте осторожно Пока что Нам удалось арестовать Только мать беглецов Блядь, она все-таки попалась Дура Зачем они арестовали маму? Зачем? Чтоб запугать ее Блядь, ну ебаный в рот, сука Дура, блядь Этого нам хватит до Пуэрто-Лобус А как мы это понесем? Так хорошо, ладно Шон? Че? А зачем они ее построили? Ну, сам знаешь Это уж граница, чувак А на севере тоже есть? Такая стена? Не Нет Так зачем они здесь ее построили? Да я не знаю, блядь Отстань, сука Ебаный в рот Доебался, блядь Вот отстой Блядь, как мы на машине здесь проедем? Как мы вообще Перенесем шмотки? Бутылки с водой Хавчик, блядь Ебаный в рот Как мы вообще Переберемся? А, он ее сломает, что ли? Ну, это полная хуйня Так нельзя же делать Ебаный в рот Ебаный в рот Попросите разрушить Да он не сможет ее сломать Давай, ломай Нихуя себе, блядь Ну что? Даниэль, мы на месте Это конец пути Наконец-то Пора валить отсюда Ага Соберись Ты сможешь А прикиньте Его силы работают Только в США, блядь В Мексике Они перестанут работать Ой-ой Че, вот это трудно Ух, блядь Как же он фонит Не спеши Сосредоточься Даниэль, я рядом Ибо что происходит Еще чуть-чуть Ебаный в натуре, блядь Охуеть Суперволл, ты в порядке? почти все хорошо ебать охуеть дыши глубже ну нихуя ты баклажан блять чё поехали получилось мы снесли нахер да почему не едем хули мы стоим блять быстрее блять что я бы я бы быстро побежал бы в тачку прыгнул бы и поехал и все благодаря тебе теперь все будет хорошо самое трудное позади спасибо что привел меня сюда шоу нечего мы сделали это вместе ну идем до вернемся к машине блин мне так хочется поплавать в океане давай побыстрее только будет клево там пляж будет прям рядом с дом попахивает наебаловым блять я щит не верю что все так просто получится блять ёбаный в рот нихуями аж тряхнула блять пиздец похуй по руке попало тащи его он живой еще бери его и тащи блять по руке попало не в голову же это чё это кто блять твою мать мэдисон я ведь говорил что это ребенок отвалите от меня отвалите ну он это это мой брат он жив пуля просто забила его стой смирно я чё останешься без руки усёк пригляди за стеной эти уроды взорвали чтобы к дружкам было легче перейти какой у вас план готова поспорить с вами еще человек 10 идет ведь так нет мы хотели уйти мы идем в мексико я свернусь спустя 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 ты пытаешься уходить в мексико это смешно смешно мы американские американские дерьмо это не легально бросать стены это называется терроризм понимаешь? мы выглядим как терроризм мы просто дети не после вы бросаете стены да ебать вы не копы бля мразота сука блядь ну ебаный хуй мы размрась ебучая боже блядь как же я ебал тебя блядь 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 блять как всегда худшая концовка лоис тихо играешь не окончилась так и должно быть здорово вы чё за фрукты блять а эти хуилы сидят прикольно блять здоровки блять не смотри на меня ты в порядке си си да я диего это моя жена карла карла а это наш маленький ангел или анжела рад знакомству я шон ты как сынок вы не видели тут 10-летнего мальчика он мой брат нас с ним разлучили у стены он ранен его отвели в медпункт тут него серьезная рама его отвезли в больницу раз его держат здесь он скорее всего порядке не переживай дружище здесь детей не обижают так ну пора выходить так все выпускаете меня быстро самоуправца блять чё вы обосраться слушайте ну и зачем было это делать совсем двинулись что ли делать что вы выстрелили моего 10-летнего брата мы не хотели его едва задело он потерял сознание из-за падения пап ты не обязан с ними разговаривать а ты его дочь блять его позорники сука босса на такое чувство что этот чувак обычно пропускать мимо ушей все наши слова сука ты его дочь а я сейчас встану нахуй пройдут через эти двери и снесу тебе ебало графте блин интересно сколько людей тут сидит вы не знаете как долго они нас здесь продержат нет вы впервые пытаетесь перейти границу я помню как мы шли в первый раз мы едва не умрали от жажды в пустыне блять хотим попасть мексику на самом деле мы хотим попасть в мексику мексику да ты шутишь но зачем выходит вы американцы да мы родили здесь но сейчас мы в бегах все мы от чего-нибудь бежим мы уже в третий раз пытаемся перейти границы не заебала вы смелая несмотря на беременность моя карлита самая смелая женщина на свете а еще самая умная она работала ученицей в нашей деревне мы хотим чтобы наш ребенок родился в этой стране хотим чтобы он вырос американцем мы хотим чтобы чтобы нашему сыну жилось лучше или дочери блять ну ебать мой отец ну это не райское место соединенные штаты вовсе не рай который вы ищете уж поверьте многие приезжают сюда в поисках американской мечты но не каждый добивается успеха мы обязаны попытаться мы заслужили свой шанс на счастье не хочу лишать тебя надежды дружище но в мексике вам придется не сладко это красивейшая страна и мне больно с ней расставаться но клипхис там очень сложно притворить надежды в жизнь здесь мне уже не на что надеяться шан ты прошел этой стране всю жизнь а твой отец мексиканец сейчас все меняется как думаешь чем все это обернется в будущем становится лучше в пути я встретил много верных друзей надеюсь в будущем нетерпимых людей станет меньше надеюсь ты прав иностранцам приходится работать двое усерднее чтоб достичь успеха такова жизнь вашу мать да хватит уже это америка мы тут говорим на английском мы просто беседуем меня бесит что такие как вылезут в мою страну ты пришли сюда работать они воровать или отбирать ваш дом меня это пипец как достала от вас одни проблемы а содержать вас приходится нам вы все хотите только халявы меня тошнит от вас хватит создать проблемы хватит вы только проблему создаете ой извините простите но не я ваша мать снесла стену я не террористка мы ищем лишь работу и и спокойствие да честную работу и возможность растить ребенка в безопасной стране больше ничего нам не нужно да вы все так утверждаете но факты говорят сами за себя вы расистка это не факт а ненависть и расизм да да я ненавижу того что вы превратили мою страну и нашу границу мы имеем право защищает наше суверенное государство и мы будем его защищать верно говоришь дочка вы охотитесь на нас будто будто бы животные выбора у меня нет я хочу расти детей в безопасной стране вот видите вы тоже любите свою семью как и мы прошагали сотни километров по пустыне рискнули всем что есть по пустой не по пустой прихоти мы сделали это ради нашего ребенка выжимать поймите меня нет у тебя и твоего еще не рожденного паразита нет ничего общего со мной и моей семьей что что ты сказала а не буду вмешиваться хотя блять бля все поздно не успел иди в жопу вместе со своей подружкой и медисон уймитесь там давай выпусти нас отсюда почему нас тут заперли вместе с ними ты же нас знаешь мы же помогаем тебе твою мать у тебя есть право хранить молчание пользуйся им мать твою твой черед как-то мой брат за него не волнуйся так повернись руки за спину и хватит уже ругаться иначе я разозлилась для вот она мразь пиздец это веснушчатая блять медисон так пошли ой бля не надо сука не надо больно пиздец блять блять ебать сейчас допрашивать буду сука не сделать ли где мой брат у него все в порядке хоть его и царапнула пуля иного крови потерял но пацан крепкий так я возвращаю чат на экран сейчас лежит медпункте кофе хочешь ну да чё нет давай я принесу и балки кофе нальют так поехали работаю сломать бесполезно потому что камера отлично устроим шоу этим облюдкам нет конечно бля 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 ебать а куда мне можно что же мне теперь с этим делать черт на улице уже утро блин ну ебаный хуй они вели со вчерашнего дня бля бля ебать а куда мне вторая рука у меня кстати не с наручником как же мне все это надоело когда от нас все отстанут мотай мотай блять опа ой бля 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 ничего не делал здесь сижу просто о папочка так ну давай победим это мне вот держи тебе не помешает спасибо ну так посмотрим давай кофеечка то ёбаный чё чёрт серьёзно я на кафе чашли кофе не станет гораздо лучше ну давай ёпта для допрашивай дебил ну хоть не засну может он что-то подсыпал да не не может быть хотя может ё-моё длинный список преступлений с ума сойти ну и молодежь нынче пошла убил полицейского в сиэтле напал на работника автозаправки оказался в эпицентре еще одного странного взрыва на плантации конопли в калифорнии потом ты вступил в религиозную общину в Неваде и вскоре ее проповедницу нашли мертвой и это я еще даже до середины списка не дошел тебе могло бы сойти с рук что-то одно но не все сразу да мне похуй ну да пофиг расскажешь о своих подростковых терзаниях агенту флорес она уже едет сюда она допросила твою мать которая призналась по джоге церкви это неправда она тут вообще ни при чем и вы это знаете не впутывайте ее в это дело ладно она хороший человек слушай парень это не мне решать слушай я сочувствую тебе правда но отрицая содеянное ты делаешь себя только хуже я не виноват я ни в чем не виноват я просто пытался выжить да да может и так слушай я видел протокол ты утверждаешь что офицер мэттис погиб из-за несчастного случая так почему ты не дождался полиции мне бы никто не поверил но теперь ты уже поздно в твоем деле целый вагон доказательств но есть и хорошая новость твой брат слишком юн чтобы пойти под суд его отправить детдом а бабушки с дедушкой если они его примут ты же надолго попадешь за решетку но у него будет нормальная жизнь опа так а вот так я не могу понять одного как двое мальчишек наломали столько дров везде где бы вы побывали что-нибудь да взрывалось нет правда как мы супер злодеи и что по вашему я должен ответить чтобы супер злодеи которые ломают все на своем пути а как же готов поспорить судья будет в восторге может вынесет тебе особый вердикт здорово сэр я не советую вам так сиди на месте ебать ну привет как себя чувствуешь все хорошо просто голова слегка болит сейчас съебаемся малой все чувак валим погоди он жив я хотел спасти тебя но мне не пришлось использовать силу я не хотел никому делать больно он жив не волнуйся уходим отсюда спасибо чат съебываемся нахуй хорош пиздюк пошли отсюда а стоп вот этих выпустить надо блять и за это их бросили в тюрьму шутер белый ебаный как дела сейчас саль будут на вас через решетку ахахаха шоу чурами пизву из мороза шоу чурами пизву из мороза с фор для как открыть камеры зруби для где ебать я не вижу нихуя бля где камеры ёбаный 5-ти камеры сука я нихуя не вижу блять ебать я бля не батя были а а в допросный блять бежим нахуй быстрее а все хорош бен ахахаха тушь прости жить будешь о так выпускай их нахуй давай шон покушал даниэль давай хуя красава спасибо спасибо вам огромное мучас грайв совесен подождите здесь а я все разведаю конечно бля я хочу выпустить этих у ёбков не выпустим их глупостью по приколу я хочу бля не отомстить это полная хуйня может освободить их нет ну и хуй с ними до свидания бля ебать сейчас стрелять будет пизда бля не надо не надо блять не у меня дети у меня мама у меня семья капец блин помоги мне блять ребенок сука мне сейчас убьют нахуй блять надо подумать убивать не надо не не хуйня бля 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 похода изруинился ты похуй ты роняй нахуй на их стеллаж поебать на нахуй ну слушайте я не убил поэтому все правильно как кегли улетели я че так испугался визит о наши вещи там и автоматы все вперед давай ломай нахуй нормально мы их не убили ранить ничего страшного хорош жди здесь я скоро вернусь лан только быстро так рюкзачок взяли хорошо портативная рация сумка автомат я раз-2 ты будешь охотиться коробки все пошли отсюда уёбываем экзит кофе до пехи все нормально идут кофе не допили блять бля будешь ты сейчас убьют нахуй кофе добили все съемку быстрее заводи 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 вау пока уёбище бля на этот момент со стеллажом это конечно пиздец какой-то блять так ну по идее мы едем опять на границу опять едем на границу и там же по идее будут люди караулить нас за нами никто не гонится это пока что внимание ориентировка на розыск на всех для всех постов группа заключенных двое взрослых и двое подростков совершила побега с полицейского участка в л-рей они вооружены и опасны повторяю понял мы все еще едем мексику есть другого пути у нас нет бомжиху убил кофе не допил руина маркус допьет кофе ребят не переживай шон сегодня же 4 июля мы впервые его отметили без папы ты прав помнишь как он каждый год сходил с ума по фейерверкам всегда заставлял нас выходить заранее чтобы успели занять хорошее место помню он был таким смешным он гордился тем что живет в этой стране ух америка а ты помнив да я помню но вот мы ребята и приехали ну как нет еще не приехали но мы едем вот она стена великая стена черт ёбаный в рот здравствуйте блять ого блять заебись шон чем будем делать шан 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 диаз все кончено не делай себе хуже выходи из машины медленно подними руки над головой я вы все в точности как я скажу ну вот и все блять вот мы и приехали знаешь в тот день в сиэтле когда застрелили папу я постоянно его вспоминаю я готов отдать что угодно лишь бы повернуть время вспять но не смогу я сожалею о своих ошибках я старался как мог да блять ну отъебитесь и так блять тошно я очень горжусь тобой братец папа папа бы тоже гордился мы с тобой оба много мы научились но теперь ты можешь устанавливать свои правила да не если мы сдадимся они разлучат нас а если это произойдет обещай мне что будешь всегда поступать правильно хорошо? не трать свою силу попросту будь умницей таким как сейчас я не хочу чтобы нас разлучили что бы ни случилось всегда помни ты Дэниэль Диас обещаю Шон ты можешь довериться мне выйди из машины прошу ну? чем закончилась история про братьев волков блин, ну сдаться это была полная хуйня если бы мы сдались сдаться это полная хуйня вы же понимаете типа для чего это все было если мы сдадимся не, ребята сдаваться мы не будем идем до конца им удалось перейти границу уверен? доверься мне ладно? доверься мне расчисти нам путь держись крепче я не хочу их я надеюсь он будет счастливым в Мексике а нахуя он вышел блять а он не хочет быть в бегах а, это потому что я хорошо его воспитал? а, так я молодец получается ну как наверное так я молодец хули если я хорошо его воспитал ну конечно пиздец типа что ты на протяжении игры сделал из него моралфага я не собираюсь из него моралфага делать я просто учил что нормально почему он в конце не мог просто помочь в чем проблема что за бред вообще блять что за хуйня я его не учил того чтобы он был идеальным я его учил как правильно поступать и как неправильно а он просто взял и съебался в конце сука не, он помог мне конечно спасибо но что за хуйня он за кофе вернулся вот он и бабушка с дедушкой нормально вот пожалуйста подождите а был варик что он со мной мог поехать была такая концовка я хоть одну игру что там концовка это странная откатывай допивай кофе а это лучшая концовка говорят а так это так это лучшая концовка алло а так он опять со своим пиздюком ему вообще заебись он со своим другом опять автобус мне не помог бы был варик что он бы просто остановил бы меня как-нибудь а да так вообще вы че так у меня вообще охуенная концовка так-то вы че мне вообще повезло меня хотя бы не убили блять я хотя бы сбежал смотрите какой он большой стал вырос вот такой вот да машины ему купили все живы это главное через шесть лет после событий на границе а дед и бабка уже сдохли? он в смысле да блять в смысле да не понял да сейчас посмотрим все концовки собака плойка нихуя шо он здоровый ой это Даниэль здоровый вырос нихуя он огромный что за дед блять ооо все еще под домашним арестом блять 6 лет дома сидеть ну его нахуй я въебнулся блять оо бабушка письмо от шона мам даниэль диас мистеру и мистеру и миссис мистеру и миссис ой это шон смотрите фотку присылает пляж не понял не понял блять или это не шон фотку присылает а это что за хуила а это от блять это от этой блять от кэссиди блять да это не шон с кэссиди да это не шон это какая-то или это шон с кэссиди это точно шон вы уверены это не он вроде или это он блять почему я с бомжихой на пляже что за хуйня блять 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 но в итоге спас бомжиху по итогам двух игр песочек отправил ему это прах блять его отца ладно извините пожалуйста слушай так это лучшая концовка получается ну хотя блять это одна из лучших концовок так-то братья волки конец фильма это кофе а не песок блять ну чё-то не конечно под впечатлением неплохая игра типа в целом-то life's strange 2 неплохая игра но блять то есть получается моя концовка это пляж и бомжиха чё за хуйня блять в первой life's strange была поинтереснее концовка конечно интересно блять даниэля честно я так и не понял блять вообще то есть нахуй он выпрыгнул я конечно понимаю что он типа такой все блять я не хочу больше избегать ну короче блять ну прикольно не ну прикольно ладно но честно сказать что у меня вот я не могу сказать что меня прям очень сильно впечатлило не могу сказать вот в первом life's strange мне понравилось то есть когда был выбор убить хлою или спасти город я незамедлительно убил хлою я даже не думал блять особо ну потому что ебать одна жизнь жизнь одного человека не стоит типа жизни целого города а тут можно было типа с финном быть на пляже блять слава богу с бомжихой ну нахуй еще бы с финном там был блять ну его нахуй шамосору другие концовки вы решили снести заграждение заграждение и Даниэль согласился вы решили снести заграждение заграждение и Даниэль отказался сука гандон вы решили сдаться полицию Даниэль согласился вы решили сдаться полицию и Даниэль отказался вы учили Даниэля стараться жить по законам общества вы учили Даниэля ставить себе своего брата превыше всего все правильно блять Вы искали сокровища, нашли спрятанный сувенир Так, вы сблизились с Кэрон Вы написали Кэрон трогательное письмо Вы прощались с Артуром и Стэнли, вы прощались с Джоан Вы обняли Кэрон на прощание Вы не стали вмешиваться в спор Да, не наше это дело, на самом деле Вы освободили мексиканскую пару Вы не освободили самоуправцев Вы не причинили вреда самоуправцам Вы не просили Даниэля убить офицеров при побеге Даниэль получил выговор за Скорпиона Даниэль получил выговор за Скорпиона и перестал баловаться с ним Даниэль собрал скульптуру Джоан с вашей помощью Даниэль боялся причинить вред офицеру Кэмпбеллу Даниэль не попросили освободить самоуправцев Даниэлю не пришлось вмешать злобы на самоуправцах Даниэль глушил полицейских Даниэль не попросили убивать полицейских Ну да, я не просил Вот так вот нахуй Так, и катсцена финальная Спасибо вам за то, что играли и путешествовали вместе с Шоном и Даниэлем Вы не допили кофе, 0% Вот так вот нахуй Вот так вот нахуй Откройте страницу купить еще, чтобы посмотреть другие игры с селены Life and Stretch Ха-ха-ха, хуй там Что ж Ну вот и закончилась потрясающая история Даниэля, Шона И в принципе игры Life is Strange на моем Twitch канале Спасибо большое всем, кто смотрел, спасибо большое всем, кто наблюдал А вот ставьте обязательно лайки Фоловьтесь на канал Очень приятно, спасибо огромное Но Макс самая крутая Макс круче всех Дофаешь? Не, я хочу другие концовки посмотреть А потом арты Так Все концовки Life is Strange 2 Это кто, блядь? Что это за хуй, блядь? Это не он, блядь Это не Шон, блядь Что это за хуй? Или это он? Это он, блядь? А что у него с ебалом? Все 7 концовок Тайм-коды будут? Искупление, сдаться, высокая мораль Ну-ка Так Сдаться, высокая мораль Блядь У меня вот эта речь про то, что мы с тобой не такие, да? А да-да-да, мне такие Мне она не нравится, потому что, блядь, мы именно такие Мы не кривили Нет Потому что, блядь, мы делаем правильное Просто... Попробуй вспомнить, что я тебе учил Я имею в виду Я имею в виду Только хорошая блядь Угу 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 На колене Угу 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 Сиди Угу 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 Окей. Он готов Шант Не Штners Угу Уг Bem Деньги Угу Вегет Дэньяс Вы еще не маленький выль Jetzt Не забывайте кто ты Угу Даниэль плачет Червячки болеют Все пиздец Прямо как будто из Little Nightmares Так, а че тут? Вот Все те же фотки Автобус Ебать, а ты Даниэль уже такой взрослый стал? Я вижу, что там другие фото Я смотрю, я к тому, что Там в начале фото те же самые, а потом он, видите, типа взрослеет Супер Вульф Сейс Зе Дэй А, в натуре, это стало комиксом, а не настоящим этим Закончил университет Тусят с друзьями Это Дэвид слева? Матуха бабушка Работает в кофейне Блять, он продает кофе, сука, издевательство, блять Тридцать третий год Переехал А шо нам, че, блять? А о, пятнадцать лет после событий у границы А вот они ждут его из тюряги Мать уже старая Пятнадцать лет Ебать, Даниэль, огромный Так Сишку потушила сразу Ебать Нихуя себе Бля, охуеть Нет, такую концовку я бы не хотел, если честно Это очень грустно, блять Такую я бы не хотел Ебать, охуеть Ебать, глаз Блять, это пиздец Грустная концовка на самом деле, блять Это пиздецкая грустная концовка, блять Они вернулись на то самое место спустя столько лет Да ну его нахуй, блять Ебать, он грустный, Шан Блять, если бы прошли на такую концовку, я бы пиздец стиль тонул Ну его нахуй, она очень грустная, блять Блять, ужасная концовка, пиздец Шан просто проебал кучу времени в тюрьме, блять Это пиздец Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Нихуя Ну хоть суперсила осталась Не, ужасная концовка, пиздец Она, она очень грустная Говорю, если бы я на нее прошел, я бы так тиль тонул, блять Ебаный в рот Просто ужас, блять Так, тут есть какая-то еще альтернатива Видимо, тоже А, Лайла Типа, Лайла тоже встречает Вот стоит Ля, вышел, блять Крутышка, нахуй Здарова, блять Здарова, это я, блять Ха Ебаный взрослый уже Я в тюряге был Ну, шо он меня зовут, может помнишь Я крутой, блять Я, я классный Блять Мау, мау Уф, ебан Лайла, блин Лон и вульф Такая, это че такое? Так, это мы посмотрели, хорошо Это что? А, вариант с Лайлой окей Сдаться низкая мораль, ну-ка Сдаться низкая мораль, ну-ка Я думаю, что их история И ends right here Но, нет 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 Данил, давай Сдаться Сдаться Мы все это все Все это Все это Все это Все это Вы ничего Вы не говорили Мы были Медско Вы сказали Мы закончили! Конец! Это не кто мы мы. Моя руководит меня, Ашан. Ничего не может остановиться. Данил! Нет! Стоп! Крик! 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 Ничего себе, блядь! Нет! Ничего себе, блядь! Ничего себе, блядь! Шан! Видишь это? Это не так! Смотри! Охуеть Бля, прикиньте всю игру играть ради этого, да ну его нахуй, блядь Это пиздец Зато в Мексике Хуеть Контр-террорист Уин, блядь Фото-карточки Пуэрто-лобос Чокол-хруст Музыка пиздец Еще один чокол-хруст А, он грабит банки теперь, ебать он ублюдком стал Блядь, музыка хорошая Чемпион теперь полицейских Фигачит Че-то жестко, блядь Страшно Две смерти, типа Вот тебе и море И Пуэрто-лобос Шесть лет после событий около границы Блядь, ебать ему грустно, наверное, пиздец Брату, ну типа брата убили, по сути, из-за него Грустно, че-то пиздец Ну и рисовать научился С татухами покрашены Крутой Прям музыка охуенная Бейсбольный мячок Шон Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 так что дальше вот одинокий стол одинокий волк сдаться низкая мораль то она перейти границу высокая мораль одинокий шон шанс кэссиди шанс финном но у нас шанс кэссиди правильно какого-то хуя блять это одно и то же да по сути шанс финном шанс кэссиди это одно и то же да ну типа ростом фотки разные почему он блять я сейчас почему я вообще с кэссиди блять я же ей отказал из то что если не покупался блять пошла ты нахуй ну-ка перейти границу низкая мораль то это интересно Субтитры сделал DimaTorzok Добавил ДimaTorzok 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 Добавил 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 Д Блять, ну мне не нравится, если честно, эта концовка, блять Какие гангстеры, нахуй, что за хуйня Гангстеры, блять Здесь репейр шоп, ммм, окей Шесть лет спустя после события у границы Я хочу трек на этот сэмпл Я хочу трек на этот сэмпл Шикарный просто, блять Красивый пиздец На самом деле хорошо, что мы посмотрели все остальные концовки Потому что после нашей концовки у меня не было чувства законченности, удовлетворенности А сейчас мы посмотрели все остальные Я понял, что блять, у нас все заебись на самом деле Потому что остальные концовки почти все грустные пиздец Опа! Хе! 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 Не, это какой-то пиздец, извините, блять не блять мне вообще-то концовка не нравится блять это пиздец какой-то вообще блять они стали ублюдками полными нахуй не такова жизнь очевидно почему ублюдками это сами зарабатывают да понятное дело но блять они на границе всех расхуячили раскурячили расхуячили они гангстеры теперь до эпоху зато вместе ну да мой шон не в тюрьме мой уехал пиздюк сможет к нему приезжать так твои концовки тоже на границе всех расхуярили но зато правильно не сможет его же не выпускают с дома но он же не до конца жизни будет браслетом сидеть что тоже слишком хочешь так и и и и и и и и Нормальность Субтитры сделал DimaTorzok